Чтобы кто-то, оступившийся, расслабленный в духовной жизни, встал на путь спасения, нужно, по крайней мере, чтобы четверо твердо стоящих на ногах христиан были в состоянии ему помочь. Как четверо друзей принесли расслабленного ко Христу, и тот был исцелен. Так нуждаются наши молитвенные поддержки заключенные. Молебен о них прошел в Белореченской воспитательной колонии. В неделю крестопоклонную Великого Поста, когда по благословению предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Московского Исиаруси Кирилла по всей России в местах заключения проходит неделя молитвы, наша съемочная группа побывала в Белореченской воспитательной колонии Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю. Колония для несовершеннолетних правонарушителей, подростков от 14 до 18 лет. С середины 90-х годов здесь действует домовая церковь во имя святой великомученицы Анастасии Узарешительницы. Протеерей Николай Селенко, настоятель Успенского храма города Белореченска, окормляет юных подопечных уже много лет. А в рамках недели молитвы вместе с руководителем епархиального отдела по тюремному служению Протеереем Василием Плиской, они совершили молебен, а затем Таинство Исповедей Святого Причастия. На протяжении этой недели каждый день посвящен какому-то определенному моменту, который касается заключенных. Мы молимся и о тех, которые ждут решения суда, которые находятся под следствием, подсудимые, подследственные. Мы молимся и о тех, которые находятся в заключении, мы молимся и о их родственниках, мы молимся и о тех людях, которые пострадали в результате неправомерных действий отдельных лиц. На сегодняшний день подростков-правонарушителей в колонии содержится немного. На территории воспитательного учреждения есть школа. Общими усилиями, воспитательными и духовными, осуществляется помощь и поддержка тех, кто в юности оступился. Мы активно взаимодействуем и с Свято-Успенским собором в городе Белореченске. Отец Николай окормляет, проводит службы по всем направлениям и литургии, и молебены, и крещения. Все обряды, которые существуют в Русской Православной Церкви, они здесь полноценно осуществляются. Естественно, через веру мы также проводим воспитательную работу. Надеемся, что внутренний мир воспитанников, который, конечно же, искалечен, где-то он испорчен, в том числе и через веру, он будет поправлен. И какая-то искрака положительных качеств среди воспитанников, конечно же, будет развиваться. Церковное таинство совершается в Белореченской воспитательной колонии регулярно. Будем надеяться, что через этот труд раскроются сердца юных воспитанников, и Господь опрящет своих соблудших овечек. Субтитры создавал DimaTorzok